Разница в возрасте. Почему, когда мальчики и девочки молодые, очень часто их тянет к взрослым, тем, кто постарше, не на пару-тройку лет, а на конкретно десятку, иногда и на двадцатку лет. Почему? Объясню. Притягивают противоположности. Противоположности – это всегда эмоции, это всегда интересно, это всегда недоступно. Вы скажете, опыта набирается? Да фуфло. Иногда для мальчиков, извините меня, ровесницы и девочек, которые чуть моложе, гораздо опытнее может оказаться сорокалетней женщиной. Поверьте, у нынешней молодежи гораздо больше опыта, чем у тех, кому за сорок. Потому что они знают и видят больше, чем видят те, кто родились во время СССР. Это факт. Мы хотим очень часто, когда мы юные, мы молоды, быть с теми, кто постарше, ради того, чтобы поставить галочку. Да, в своем резюме, мол, я был молодой, юный, а встречался с той, которой сорок, тридцать, вот это круто. Самооценка поднимается, противоположности притягиваются. Или девочки очень часто пишут, да и мне до сих пор пишут, что не хочу встречаться с ровесниками, они такие тупые, такие неинтересные. А у тех, кто старше на 10 лет, они клевые, они интересные, они опытные, да. Годы проходят, и эти же самые молодые ребята и девочки, им становится тридцатник. В 30 лет уже все хотят встречаться с ровесниками. С сорокалетними не хотят, потому что они для них старые, а двадцатилетние дети. И тянутся уже к ровесникам. Что происходит потом, когда им становится сорок, особенно мужикам. Сорок, сорок пять лет мужик не хочет сорокалетнюю, сорокапятилетнюю ровесницу. Для него она старая, он как будто бы такой офигенный молодой, с него песок не сыпется, пузо не торчит, все работает у него, да. А ровесницы старушки, хочет молодую, двадцатилетнюю, двадцатилетнюю, да, с чего вдруг? Не тянутся к молодым, потому что хочется опять же эмоций. Когда ему было двадцать, сорокалетние, тридцатилетние давали эмоции. Сегодня ему сорок, пятьдесят, и его ровесница эмоций ему не дает. Ему дают эмоции двадцатилетние, двадцатилетние. Вы думаете, сорокалетние женщины не хотят встречаться с молодыми мальчиками? Хотят очень часто. Но для них эти мальчики скорее больше игрушка, вещь. Ну реально, что может дать взрослой женщине молодой мальчик? Что, он будет ее носить на руках, ценить? Вряд ли он даст ей пару бонусов, и все. Понимаете? Друзья мои, жизнь очень коротка, и нас тянет к противоположностям. Не надо забывать то, что противоположность это риф, на который несет наш корабль. И мы можем разбиться. Прежде чем вы начнете встречаться с теми, кто гораздо старше вас, и гораздо моложе вас, включите мозги. Выключите все свои остальные органы, и включите мозги. И подумайте, чем вам придется заплатить за этот опыт, за этот полет кайфа, счастья видимого. И пойдут ли эти люди с вами не до конца? До конца они скорее всего не пойдут. Ну хотя бы долгий промежуток времени. Или это просто поиграться? Чья это судьба? Или кто-то поиграется вашей? Будьте осторожны с теми, кто гораздо старше вас, и гораздо моложе. Потому что одни могут вас уничтожить и разбить, а другим вы можете просто судьбу сломить. Продолжение следует...